Украинскому военнопленному Владимиру Терещенко отказали в звонке матери. ФСБ объяснили, Это дорого. Терещенко больше двух недель удерживает в старом корпусе изолятора Лефортова в Москве. Старшего матроса с корабля Яны Капу посетила адвокат Анастасия Георгиевская. Она отметила бытовые условия, в которых находится моряк сложный, там сырый, холодно. К тому же Терещенко задерживают передачу. У него нет средств гиены и письменных принадлежностей, рассказала защитница. При этом моряк ни на что не жалуется. Она передала ему слова поддержки от матери и близких. А военнопленного украинского моряка Вячеслава Зинченко в московском сезоне Фортова посетила крымский адвокат им. Ава Милева. Об этом сообщил Николай Полозов, координирующий работу команды правозащитников. 20-летний матрос содержится в камере с гражданином Российской Федерации. Из бытовых условий холодильник, телевизор с тремя российскими каналами. Посылку от волонтеров Зинченко получил. В ней теплый спортивный костюм и обувь. Во время следственных действий он заявил, что является военнопленным и не будет давать других показаний. Украинские военные катера Бердианск, Никополь и буксир Яны Капу российские силовики захватили 25 ноября в Керченском проливе. В плену оказались все члены экипажей. 23 ноября он впервые вышел в море и через два дня получил ранение и попал в плен. 19-летний Андрей Эйдер, самый юный из военнопленных украинских моряков. Сейчас он в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. О его состоянии эксклюзивно для ЮИТВ рассказала адвокат Александра Маркова. С ней общался Артем Хоменко. Осколки снаряда, выпущенного российскими силовиками по украинским судам в районе Керченского пролива, до сих пор в ноге у Андрея. Он уже перенес одну операцию. Предстоит еще несколько. Он достаточно бодро выглядит. То есть, когда он вошел, да, он хромал. Сказал, что колено не сгибается, но он ходит, ходит без костылей. Александра Маркова в среду впервые увиделась со своим подзащитным. Говорит, духом украинский моряк не падает. Он ни на что не жалуется. Он как стойкий солдат, мужчина, несет все тягости службы. Поэтому единственная его жалоба – это отсутствие сигарет. На здоровье, в принципе, все нормально. Но он рассказал, что у него были раны, в которые буквально можно было засунуть палец. Но сейчас это его не так сильно беспокоит, как это было раньше. В Монтровской тишине с ранениями находятся еще два украинских моряка – Василий Сорока и Андрей Артеменко. Но с ними Эйдер ни разу не виделся. Он, как мне сказал, что иногда там они расписываются в журнале, да, кто у них дежурный, кто следит за порядком в комнате. И он просто видит, что другие расписывались. Но никакого другого общения между ними нет. Никаких следственных действий с Андреем сейчас не проводят из-за состояния здоровья. 25 января истекает срок ареста. По прогнозам адвоката, меру пресечения продлят. Двое украинских военных погибли за прошедшие сутки на Донбассе, сообщили в пресс-службе штаба Объединенных сил. Боевики 22 раза обстреливали позиции украинских военных, использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Из минометов калибра 120 и 82 мм российские оккупанты открывали огонь по позициям Объединенных сил вблизи хутора Вильный. Из БМП гранатометов и крупнокалиберных пулеметов ввели огонь по Крымскому, на Луганском направлении, Марьинке, Красногоровке, Авдеевке, на Донецком. Ночью боевики дважды обстреляли опорные пункты украинских военных Угнутого. Российские оккупанты планировали взорвать водопровод «Северский Донец-Донбасс». Он обеспечивает водой Торецк, Горловку, Донецк и другие населенные пункты Донецкой области. Боевики заложили возле водопровода самодельное взрывное устройство. Саперы мото-пехотной бригады обезвредили его. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Шарифа Шеката, устроившего теракт в центре Страсбурга, застрелили в ходе полицейской операции недалеко от границы с Германией. Об этом заявил министр внутренних дел Франции. Это произошло в нескольких километрах от места нападения, которое подозреваемый совершил 11 декабря. Тогда погибли три человека, 13 были ранены. Во Франции был объявлен высший уровень угрозы. Усилена охрана всех новогодних мероприятий и рынков. Прокуратура Франции признала это преступление терактом. Ответственность за него взяла террористическая группировка «Исламское государство». Там заявили, что Шариф Шекат был их солдатом и проводил спецоперацию. Мужчину ранее уже 27 раз задерживали правоохранители Франции, Швейцарии и Германии. Все очень сильно мобилизовались. Мы получили большую международную поддержку из-за теракта в Страсбурге. Больше всего, конечно же, помогала Германия. Но не она одна. Расследование продолжается. Им занимается прокурор в Париже. Протесты в Будапеште переросли в столкновение с полицией. Демонстранты пытались прорваться в здании венгерского парламента. Правоохранители применили слезоточивый газ. На улице Будапешта вышли тысячи человек. Центр оцепили. Участники выступают против трудовой реформы, которую парламент принял 9 декабря. Они называют ее рабским законом, сообщает Reuters. Согласно новым правилам, рабочая неделя становится шестидневной. А допустимое число сверхурочных часов возрастает почти в два раза. До 400 в год. Появился на свет в небе. По пути в Стамбул у женщины из Конго начались схватки. Члены экипажа не растерялись и приняли ребенка. Помогал также муж. Он врач. У счастливых родителей, которым пришлось пережить экстремальные роды, появился сын. Семью в аэропорту уже ждала карета скорой помощи. Врачи осмотрели малыша, его маму поблагодарили бортпроводников за проделанную работу. Проиграли, но первого места не отдали. Киевская «Динамо» в своем последнем матче уходящего года уступила чешскому «Яблонцу» в рамках группового турнира Лиги Европы 0-1. Единственный гол еще на 10-й минуте встречи забил Мартин Долежал. Футболисты украинского клуба атаковали, били поворотом соперника, но забить гол не удалось. В любом случае «Динамо» вышла в раунд плей-офф с первого места и свой следующий матч в Еврокубках проведет в феврале 2019 года. Фабрика Святого Николая открылась во Львове. 500 волонтеров в течение пяти дней будут паковать подарки для детей из малообеспеченных семей, сирот и тех, чьи родители воюют на востоке Украины. В ходе благотворительной акции «Николай о тебе не забудет» подарки получат более 2,5 тысяч детей. Подробнее в сюжете. У меня есть два мальчика. На листке написано «Одному 6 лет, пишет, увлекается футболом. Поэтому я выбрала для него такую игрушку. Когда подарок уже готов, мы проверяем, правильно ли он подобран и добавляем сладости». Оксана четвертый год подряд помогает с подарками накануне Дня Святого Николая. Говорит, самая большая награда – счастливые лица детей. «Выбираем подарки как для себя, для своих детей. Нас детки ждут, подарков ждут, готовят для нас песенки, стишки рассказывают». Неравнодушные львовяне приносят на фабрику игрушки, сладости, канцелярские принадлежности, детские книги. «Очень радует то, что дети, к которым мы ходили, вырастают и потом приходят сюда, чтобы помочь другим детям». Валентина со всем своим классом специально приехала, чтобы помочь волонтерам паковать подарки. «Я бы очень хотела им помочь. У меня есть такое ощущение, что если я кому-то не помогу, то потом сама окажусь в такой ситуации, и никто мне не поможет. Я хочу попросить у Николая, чтобы мир наступил в Украине, чтобы все были здоровы и счастливы, и все было хорошо». Праздничное настроение помощникам Николая создает хоровая капелла «Дударик». Говорят, так веселее работать. «Каждому ребенку должна быть книжечка, канцтовары, игрушка и сладкое. Улыбки детей – это круто. Приятно приносить подарки, когда тебя ждут, когда тебя благодарят, улыбаются. Это не может не радовать». Накануне помощники чудотворца прошли специальную подготовку, учились паковать подарки. Вечером 18 декабря отправятся их тарить. Планируют обойти две с половиной тысячи домов. Вадим Дмитриев, Юлия Биль, Львов, Юэй ТВ. Сайт канала utv.ua. Там еще больше информации о происходящем вокруг. Следующий выпуск новостей уже через два часа. Оставайтесь вместе с Юэй ТВ. Спасибо, что вам интересно. Украина! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok